здесь у нас рядом со стартерами еще болт на 19 его тоже выкручиваем и откручиваем крепление кулисы болт на 12 ослабляем его здесь можно ничего не метить я потом покажу как кулису регулировать все кулису отсоединили теперь мы откручиваем два болта на 14 крепления подушки один вот он идет сзади а другой идет через отверстие в кронштейне и откручиваем два болта крепления этой подушки но я целиком сниму кронштейн еще три болта от кронштейна к коробке и откручиваем и затем и и и и и и и и и КОНЕЦ КОНЕЦ Коробка задышала. Теперь мы ее поджимаем гидролапой. Я поддон пока на два болтика наживил, масло слил. А поддон наживил, чтобы не текло, не заливать здесь ничего. Все равно капает еще. КОНЕЦ Все, коробку сняли. В коробку лазить еще не приходилось. Посмотрим, что там есть. Откручу заднюю крышку и откручу датчик заднего выхода. Головка на 13. Часть 13, часть 12. Даже на 11. Головка на 13. Теперь снимаем кулису. Головка на 13. 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Теперь откручиваем вот эти болты по периметру и снимем целиком механизм. Болты на 13. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Вот он подшипник первичного вала. Так нам он ни о чем не говорит, но стучит. Чаще всего он. Я хочу оба подшипника заменить на первичном углу и передний, который в корпусе и задний вот этот. Чтоб его снять, снял с топора, с первичного вторичного вала. Но шестерня у нас не сходит, мешает муфта пятой передачи. Чтоб муфту снять нужно открутить шестигранники. Вот здесь вот крепление вилки. Шестигранник здесь на пять. Один и второй. Затянуто хорошо, сидит на герметике. И так же посажу тоже на герметик. Снимаем вилку. Снимаем. И снимаем целиком муфту. Наверное понадобится съемник. Вилка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смех. Углаж ним. Смех. 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Фиксатор. Изначально сделал неправильно, передачу вторую не включил, надо было, чтобы вот этот шток у нас утопился заподлицо, тогда бы вот этот фиксатор снялся бы. Сейчас я его снять не могу, а фиксаторы боковые вот эти все я повыбивал. Выбиваю шплинт на задней передаче, на вилке и вытаскиваю ось, чтобы вытащить здесь по центру идет фиксирующая от двух включений, чтобы две передачи сразу не включить. Ось, ее тоже вытащим, тогда смогу вилку сдвинуть. А так все, вот этот фиксатор мне не дает. Беру и выбиваю шплинт. Вот. Шплинт выбил вниз, потом вытащу его, переставлю сверху, сверху буду забивать. Вытолкнул ось. Вот теперь могу снять этот фиксатор. Вот он. А всего-то надо было включить сначала передачу. Ну все, у нас все вилки дышат. Ослабляем оба стопорных кольца. Вот это кольцо у нас на первичном валу идет на разжим стопорное. Мы его разжимаем. Вот оно. А на вторичном валу у нас идет на сжим. Мы его зажимаем. Зажал. А вот теперь можно вытаскивать валы. Вот так вот. Вот так вот. Вот он промежуточный. Я его тоже вытащу. Чтобы все помыть. Вот он подшипник из-за которого я сюда полез в блок и первичный из корпуса тоже выбью. Так не поймешь, он закрытый и вроде работает. Еду за подшипниками. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот.